Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 16-го тура английской премьеры лиги Манчестер Сити в Уолверхэмптон. Встречаются первая и восьмая команда АПЛ текущего сезона. В 15-м туре Манн-Сити без особых проблем выиграл 3-1 на Викорадж-Роуд. Многое решил быстрый гол, забитый Стерлинном уже на четвертой минуте. Гости получили гандикап и стали без спешки вести позиционно осаду ворот соперника, а к середине второго тайма вели уже по счету 3-0. Хозяевам удалось забить гол престижа, но не более. Уолверхэмптон почти взял ничью против Ливерпуля, но не хватило пары минут. Ливерпуль имел колоссальное преимущество, но сумел забить лишь гол под самый финальный свисток. Диво Каррига оказался расторопнее всех и с разворота удачно пробил мимо защитника и вратаря. До этого самый убойный момент упустил Дио Гужота, который умудрился с линии вратарской попасть не в пустые ворота, а в одного из двух защитников, которые стояли на линии ворот. Видац играл в синдром бывшей команды. Очные матчи. В последних десятиочных матчах у Мансити 5 побед при двух поражениях и трех ничьих. На тотал меньше больше обе забьют дадет соперника отыграли поровну в последних десяти матчах. Последние треочные матчи этих команд прошли очень результативно на тотал больше 3,5. Мансити после шестиматчевой нулевой стартовой серии сейчас зарядил 4 результативных матчей, из которых 3 последние были на обе забьют да. А если взять текущие матчи, то здесь Мансити 6 последних матчей отыграл на тотал больше и 5 на обе забьют да. В домашних матчах горожане в предыдущей игре сыграли 2-1 с Вестхэмом, а до этого было 6 нулевых матчей. У Уолверхэмптона все идет по плану. На старте сезона 6 низовых нулевых матчей и сейчас идет серия из 5 низовых и нулевых матчей. Эти две серии разделила 4-х матчевая забивная серия. В выездных матчах аналогичная ситуация, только серии короче, и только один матч из 7 выездов у Волков был на тотал больше, остальные все низовые. В последних трех матчах Уолверхэмптон не забивал и последние 4 текущие матчи отыграл на тотал меньше 1,5. А вот в очных матчах в последнее время соперники любят колотить друг другу много голов. Надо сказать, что на Эмирейц Мансити неважно играет против Вулфса. В последних 6 домашних играх горожане выиграли только 3 раза. Правда, все победы были уверенными, с разницей в 2 или более голов. Во вторник Мансити ожидаемо проиграл в Лейпциге. Нельзя сказать, чтобы Быки выиграли уверенно, где-то чуть повезло, но было видно, что гости не особо рвали жили. Хотя нельзя сказать, что и сливали. По крайней мере, красную карточку отхватили. У Уолсона бралась длинная, очень низовая серия. В трех последних матчах команда не забивала. Мансити сейчас играет плотный график, и видно, что команда немножко подустала. И тут гости должны бы дать бой фавориту. Им можно загрузить на большую плюсовую фуру гостей и ставить, что Уолверхэмптон забьет. Тут запросто могут быть как 1-1, так и 3-2. Как масть пойдет. Но скорее, наверное, все же первый вариант. У Мансити идет очень длинная забивная результативная серия. Да и в очных матчах команды много позабивали в последних трех играх. Но с другой стороны, у Уолса 5 матчей низовых и нулевых. Получается, что где-то 1-1 или 2-1 будет как бы по середочке. И здесь будет самое то. Из связки тотал меньше 3,5 обе забьют до победа гостей с фуры плюс 2 гола. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют до 2,59 на победу гостей с фуры плюс 2,207 на тотал меньше 3,5 1,65. Пожалуй, здесь можно играть в качестве оптимального варианта тотал меньше 3,5 за 1,65. Вот здесь можно ждать или 2, или 3 гола, ни больше, ни меньше. На роль даньежного варианта можно дать победу гостей с фуры плюс 3 гола за 1,32. Не должен бы здесь Мансити загнать гостей аж на 4 мяча, это точно. Конечно, в футболе всякое бывает, но шанс на такую крупную победу хозяев здесь процентов 10 не больше. На роль доходного варианта здесь аж бегом пойдет гол гостей за бешеный коэффициент 2,45. Ну, явно завышен этот коэффициент. Тут запросто может повториться сценарий матча Манчестер-Сити-Кристал-Пелос. Поэтому надо брать гол на гостей, они и обе забьют да. Для тех, кто посмелее, можно предложить х2 за 5,95. Такой коэффициент соответствует вероятности примерно в 17%. Но в сложившихся обстоятельствах на х2 можно дать процентов 30 запросто. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...